Радостные послания в Библии откуда были написаны, кто помнит? Из тюрьмы, да? Темничные послания, они самые радостные. Там написано «Радуйтесь, когда впадаете в различные испытания, искушения и так далее». Аллилуйя! Мы славим, потому что в словословии живет Бог. Да, написано, Бог живет в словословии Израиля, в словословии народа своего. Спасибо тебе, Господь, за это чудесное время, да? Я не знаю, прям Бог касался. Слава Богу за то, что есть Бог, да? И слава Богу за то, что он нас нашел. Да, у нас есть новые люди, да? Вы первый раз, да, у нас? Можете встать? Мы вас... Как вас зовут? Наталья. Давайте поприветствуем Наталью. Очень приятно. Вы откуда? Да. Из России? Ну, живете уже в Варне давно, да? Ну, хорошо. Значит, наши. Ну, я имею в виду варненцы. Присаживайтесь, пожалуйста. О, Алексей, да. Алексей, да. Давайте поприветствуем Алексея. Его мама была у нас. Я забыла, с какого города? Да, очень рада видеть тебя. Мы тебя вообще давно ждем уже. Да. Все, да? Новых людей больше нет. Слава Богу. У нас есть свидетельство одно, да, Мария? Всех приветствую. Здравейте, на всички. Думаю, есть свидетельство, но с чего начать? И мы свидетельство, не знаю, как вот и започну. И думаю, начну-ка я с радости. Что започну от радуста. И тут Наташа про радость. Значит, в одном духе. И Наталья почну договорю с радуста. Слава Господу. Слава на Господу. Я часто задаю Богу вопрос. Часто задала на Бога вопрос. И часто желание моего сердца не терять радость. И желание моего сердца не терять радость. И через одну ситуацию мне Бог показал, как мы никогда ее не потеряем. И через одну ситуацию Бог мне показал, как никого не надо ее сгубить. Мы часто все вокруг себя. Часто всичку около себе си. Принимаем по обыкновению. Прямо все равно требует всичку, кое-то обыкновенную. Я здоров. А супер. Добре. У меня есть работа. Имам работа. Супер. Супер. У меня есть дети. Имам деца. Тоже здорово. Все, что и добре. Да, и муж есть. Да, слава Богу. Имам муж. Слава на Бога. Но мы принимаем это как должное. Но приемаме това, като должность мы догуемами. И если мы будем воглядываться вокруг себя, мы найдем миллионов источников радости. Что намерим миллион источницы на радостно. И думаю, ну у меня была ситуация как бы такая, но думаешь, какой пример привести. Имах ситуация, если кому-то до века же один пример. И нам на работе дают премию. На работу-то не дават премию. Я говорю, слава Богу, так радостно. Поэтому я вас призываю к радости каждый день. У нас их море источника вокруг нас. И за то, я призываю, да се радуете всякий день. Имаме много источницей около нас. Ну и засвидетельствуем. И что ви кажа одно свидетельство. Были мы в Турции с мужем на прошлой неделе. Миналата седенция бяхме в Турции с моем муж. И там его сотрудник делал документы. И там негови сотрудники правил документы. И вот такая ситуация, просто выхода нет. И у него истерика. И я сижу, а мне Бог внутри говорит. Маша, это наша ситуация. Это наша душа. Она безвыходная, значит она наша, правильно? И я, ну у меня муж как бы уже спокойнее к вере относится. Моя муж вече поспокойно союднася к вере. Ну еще свободно при нем я не могу так вот прям евангелизировать. Но когда меня побуждает Господь, Я не обращаю внимания, что он рядом. Потому что я в свое время пришла в церковь. И мне наставник сказал. Что мы должны послушны быть мужу, как в Господе. И Господу мы должны быть послушны в первую очередь. И я по сей день это приняла как наставление. И если меня побуждает Господь, Я не обращаю внимания, что он рядом. И мы сидим в одной гостинице, Завтракаем за одним столом. И я ему говорю, Денис, а давай помолимся. Он так поднимает глаза, перепуганно. И говорит мне, давай. Мы молимся за эту ситуацию. Казалось бы, на утро она вообще безвыходная. Мы помолились, и он поехал делать документы. Он звонит мне в обед, Маша, ну короче, все. Я говорю, Денис, спокойно. Нас Господь сравнивает с орлами. У них настолько тяжелые крылья, Что они ими не махают. Они сидят на вершине горы И ждут дуновения ветра. И потом они парят. Мы с утра с тобой помолились. Я говорю, пари сегодня, расслабься и пари. Он говорит, ну, ну хорошо. Звонит мне в три часа дня. Маша, ничего. Ну я же понимаю, что Господь же ж не зря, ну как бы, ведет эту ситуацию. Я говорю, Денис, короче. Все, что не будет, все будет, слава Богу. Расслабься. Сама понимаю, ну Бог что-то же делает, наверное. Аз разберем, че Бог правильный, что за нас. Мне же за тебя не будет стыдно, Господь. Это тебе, если что, будет стыдно. Ну я так с Богом поговорила, еще раз помолилась за Него. А консульство работает до шести. И он мне звонит в 6.05. И говорит, Маша, вопрос решился. Сегодня приняли колоссальное количество людей, которые не принимали никогда, и я попал. И я долго не думая, я звоню своему мужу. И я говорю, ну что, дорогой, опять случайность? Благодарю Господа за то, что... И теперь я этому сотруднику, который нынче друг, буду смела, без заикания, свидетельствовать и приводить его к покаянию. И что ему свидетельствам смело, и что его довеждаем до покаяния. Слава Господу. Слава на Господ. Спасибо. Спасибо.